всем привет друзья с вами болтарез это визуальная новелла джиндо и школьные будни продолжаются я с трудом открыл глаза и осмотрелся похоже очередной урок только что подошел концу интересно угадаю какой последнее время я стал частенько дремать на уроках чтобы хоть как-то разнообразить унылый учебный процесс и поэтому не сразу мог понять где нахожусь так посмотрим что тут у нас какие-то каракули на доске препод все бармочет о чем-то своем на непонятном языке ну тут все ясно сто пудов физика прорешайте все задания начиная с такого-то до такого-то на тему магнитные поля как я и думал проще паре на репы повернувшись доске учитель принялся с должным усердием вычерчивать на ней задание на дом из-за его массивной спины ни черта не было видно и те ученики которым не посчастливилось оказаться на задних рядах принялись елозить на стульях в надежде разглядеть хоть что-то из тех закорючек которые выползали из-за его широких плеч ладно пойду-ка я отсюда лучше потом у кого-нибудь тетрадь стрельну чем буду сидеть тут и попусту тратить время я стал из-за парты и вышел в коридор вслед мне донеслось что-то там про контрольную работу в следующий четверг так как технически я уже находился за пределами класса меня это никак не касалось всегда ведь можно будет сказать что ничего я там про нее не слышал и вообще понятия не имею о чем идет речь по крайней мере раньше меня это этот нехитрый прием еще ни разу не подводил коридор уже был забит до отказа стояла непринужденная расслабляющая атмосфера никто никуда особо не спешил не было никакой давки как обычно на больших переменах только дружеское и приятное общение которое из-за обилия голосов сливалось в неразборчивый был впереди оставалась еще добрая половина учебного дня хорошо бы успеть перекусить этим я решил заняться и опять мы идем в столовую господи народу тут хоть отбавляй надеюсь еще не все на растащить успели проложив себе путь через толпу учеников я оказался у пункта выдачи еды так посмотрим что тут у нас сегодня есть ассортимент особым разнообразием не блистал стандартный набор входили картофельное пюре с горошком говяжья котлетка и пучок зеленого лука да и пожалуй все на деликатес не деликатес конечно но тоже соет я подошел к стоящей за прилавком тетки и сделал заказ возле кассы было немноголюдно поэтому мне не пришлось слишком долго ждать большая часть учеников как обычно тусила чуть правее возле буфета в основном там продавались булочки батрушки и всякая другая выпечка или десерты время от времени я тоже туда заглядывал но только не на больших переменах так как в этом не было особого смысла желающих урвать кусок пирога побольше было так много что очередь приходилось занимать чуть ли не в самом начале учебного дня ну либо простоять добрую половину переменных толкучки надеюсь на то что желанный беляш дождется тебя на полке но шанс на это был не то чтобы велик к тому же зачем тратить столько времени попусту когда и стандартный набор был не так уж и плохо и я забрал переданный мне поднос едой и направился к столику дальнего конца стены возле окна удивительный все таки сегодня день куда ни глянь повсюду такая умиротворенная атмосфера странно это все да и эндрю куда-то пропал интересно чего он там замышляет подождите что это я опять вот появится и расскажет нечего пока себе этим голову забивать давайте лучше покушаем я пожал плечами и начал обедать блять он пройдут сука заговорил и аж сам жрать захотел первый этаж прежде чем отправиться на следующий урок хорошо бы для начала понять на какой я подошел к доске и сверился с расписанием но что тут у нас химия уже прошла на физика тоже а это еще что я присмотрелся повнимательнее в последней графе было написано литература 310 кабинет обычно если урок переносился или отменялся на его месте ставился прочер но сейчас я на всякий случай перепроверил там точно было написано литература а не что-нибудь еще насколько мне было известно училка палитре уже долгое время находилась в отъезде и как минимум последние несколько недель и уроки никто не заменял это я мог сказать наверняка так как ни разу на них не был но не потому что все их прогулял да за мной уже успела закрепиться слава полнейшего разгильдяя но что что а уроки я всегда посещал исправно как-то не верится мне что кто-то из преподов вдруг неожиданно изъявил желание ее заменить значит остается только два возможных варианта либо у нас появился новый учитель либо старый действительно вернуться лично я почему-то склонился к последнему кстати разве эндрю не говорил как-то об уроках литературы никак не могу только вспомнить конкретно что сейчас мы узнаем в классе пришел пораньше минут за пять-шесть до начала урока по моим меркам это было дофига но вспомнив данный мне совет эндрю он сказал не опаздывать я решил на всякий случай перестраховаться как оказалось я был такой не один когда я только вошел в класс за партами уже сидело несколько человек правда среди них были одни бататы вот же повезло с такими даже ни о чем не перетрешь ну хорошо подождем я уселся на свое привычное место и со скучающим видом уставился в окно ну и стулья же у них тут сидеть опасно не развалились бы они спустя несколько минут класс начал потихоньку заполняться я устал улавливать первые доносящие я стал улавливать первые доносящиеся до меня обрывки фраз дерьмо она все-таки вернулась не говори это полный звездец возвращение диктатора смотрите только на vhs я думал ее уволили диктатор а ком это они прежде я такого про лица еще не слышал по мере того как все больше и больше учеников заходила в класс атмосфера становилась все гуще и гуще лица некоторых из них выглядели так что того и гляди сдохнут другие шли с гордо поднятой головой но и не без страха в глазах для полноты картины не хватало только появиться старухи с косой теперь можно было сказать наверняка не о каком-то новом учителе литературы не может идти речи каждый из них явно знал на что шоу и что-то мне подсказывало что ничего хорошего из всего этого не выйдет здорово джеки о а вот и дом появился привет он занял место за партой передо мной кстати приведи его я вдруг кое-что вспомнил ну как прошла стрелка поинтересовался я у него какая в смысле у вас же вчера стрелка с тем чуваком в гавайке как там его звали не важно ты что забыл дон немного проскинул мозгами потом кажись наконец понял о чем его спросили и ответил а ты про них да никак никак вы что просто разошлись и все даже не подрались ну да я понял что продолжать этот разговор бесполезно похоже энрю оказался прав кстати идешь на тренировку а что у вас сегодня бокс бокс интересно мне вспомнились те чуваки из столовки будет интересно посмотреть на их технику к тому же все равно пока заняться нечем так почему бы и нет а давай вы собираетесь после уроков дон кирнул головой ну тогда по рукам сразу же после этого прозвенел звонок кажется несколько учеников в этот момент даже вздрогнули и затаили дыхание их взгляд перескочил на входную дверь и пример с там обстановка в классе резко переменилась если раньше еще где-то раздавались приглушенные голоса то теперь на помещение опустилась по-настоящему зловещая тишина все выпрямили спины и устремили глаза к доске даже дом последовал их примеру да что с ним такое они словно одновременно чего-то дико испугались не прошло и минуты как дверь в кабинет распахнулась и в образовавшемся проеме показался незнакомый мне силуэт весь класс стал что поделаешь придется им подыграть в знак солидарности я поднялся вместе с остальными следом по классу разлетелся приглушенный стук шагов и в кабинет вошла молоденькая девушка лет 25 на вид и к тому же довольно таки симпатичная она внимательно осмотрела класс как если бы помнила всех присутствующих в нем поименно и неожиданно замерла ее взгляд остановился на ученике стоявшем возле одной из парту окна какая симпатичная училка на мне наши глаза встретились зрачки одновременно расширились должно быть она удивлена моему появлению не меньше чем я ее подождите это что получается она есть тот самый диктатор возвращение которого все так сильно боялись ну нет не может быть я ожидал увидеть на ее месте кого угодно вреднючую старушенцию раскидывающую направо и налево колами и двойками или ворчливого мужика брызжащего слюной и вечно отчитывающего тебя за каждый промах словно строгий отец но чтобы ее да какой из нее диктатор нет тут явно что-то не так пока я пытался разобраться что тут к чему преподша какое-то время продолжила пялиться на меня стоя на своем прежнем месте перед первой партой второго ряда а затем просто взяла и пошла себе дальше так ничего при этом и не сказав вот уж действительно странно прямо как робот только с миловидным личиком лишенным каких-либо эмоций если она всегда так себя ведет то от такого любому станет не по себе но я по-любому просто преувеличиваю уверен ничего страшного в ней нет правда судя по недавней реакции класса я сильно заблуждался на этот счет когда училка подошла к своему столу я вместе с остальным классом вернулся за парту немного погодя она достала у себя из сумки журнал и открыв его забегала глазами по страницам несколько секунд тишины и ее нежный но в то же время властный голос начал зачитывать фамилии по списку от увиденного после я офигел прошкрябов с мерзким скрипом по полу стулом ученики резко ученик резко вскакивал со своего места вытягивался по струнке смирно и здесь недвусмысленно заявлял о своем присутствии на весь класс затем раздавалась следующая фамилия и все повторялось вновь раз за разом одно и то же сначала я подумал что это какой-то прикол и весь класс просто-напросто сговорился решив разыграть вернувшегося после длительного отсутствия учителя здесь но когда это повторилось в десятый раз они тут что все с ума подсходили да чтоб тебе этот грёбаный скрип меня уже достал сколько можно я сидел и и не понимал куда попал то ли на урок литературы то ли в дурдом здесь госпожа и ты туда же здесь сказал альберт о это что чувак из столовки не знала что мы учимся с ним в одном классе я выдохнул хотя бы он стал как надо кончайте уже скрипеть придурки я сейчас стану и вам всем тут ноги оторву тем временем этот цирк и не думал заканчиваться многие сидели с поникшим видом кто-то чуть ли не плакал но все равно смиренно продолжал дожидаться своей очереди со стороны это наверное была самая обычная перекличка но вот изнутри она скорее походила на сборы в армии чем на начало урока в школе когда очередь дошла до меня я развалившись сидел за партой пытаясь успокоить расшатанные назойливым скрипом нервы одно я знал наверняка участвовать в этой голематье я не собираюсь келлин училка от души выкрикнула мою фамилию да так что-то разлетелось по классу а потом продолжила свой путь уже за его пределами вылетев в приоткрытое окно ну ё-моё и ведь не денешься никуда отозваться то я должен ну что ж будем отвечать я лениво поднял руку и произнес здесь однако училка то ли этого не заметила то ли еще чего в общем она продолжила ждать хищно выискивая глазами названного ученика может не расслышала келлин я сел нормально выпрямился как следует и подняв руку повыше повторил здесь но снова ничего ну и что это такое она же явно меня видела это точно я уверен да и вон сейчас тоже смотрит прямо на меня чего это она еще тут придумала когда наши глаза встретились следующий раз преподша самодовольно улыбнулась и келлин чуть ли не с насмешкой протянула мою фамилию в третий раз нихуя не понял что она себе вообще позволяет еще и лыбу давит сидит что-то вся эта ситуация нехило так начала меня напрягать тем временем училка слегка разомкнула губы и келлин да пошла ты нафиг не дав ей закончить я резко вскочил с места и закричал да вот он я не слышно что ли а джеки то у нас вы посмотрите какой дерзкий парень но училка даже не шелохнулась она все так же продолжала глазеть на меня с невозмутимым выражением лица не пойму она что глухая я был вне себя от злости чего она вообще ко мне прицепилась со своим келлин келлин три раза же ей сказал что я здесь она чуть наклонилась вперед и уперлась локтями в стол правый уголок ее губ едва заметно приподнялся показавшись из-за сложенных перед ней замок рук тогда же по моей спине пробежала ледяная дрожь я не сразу понял что послужило тому причиной и только когда поднял глаза и посмотрел вокруг что я только что сделал заметил что глаза всех и каждого в классе были прикованы ко мне в задней части головы сразу же в задней части головы сразу же возникло холодное щемящее чувство тело мгновенно ослабло я стоял под всеобщими взглядами и безмолвно смотрел им в ответ вскоре до меня наконец дошла суть произошедшего каждый ученик слыша свою фамилию первонаперво вставал из-за парты и только потом пускай и в довольно вычурной манере громко заявлял о своем присутствии на весь класс я же вместо того чтобы покорно последовать их примеру продолжал упрямо сидеть на месте и своим бунтарством нарушил одно из установленных преподший правил другими словами выразил ей открытый протест вот она и начала делать вид что ничего не слышит тем самым пытаясь меня подобить и именно это в итоге и произошло я скачал с места и принялся орать как бабуин перед спариванием сделав именно то что она от меня и хотела да ну и провела же она меня училка плутовато мне улыбнулась и вернулась к своим прежним делам как если бы похвалила за отличную проделанную работу после этого и ученики потеряли ко мне всякий интерес раздалась следующая фамилия я решил больше не стоять как истукан из досады вернулся за парту продолжая себя корить за то что умудрился попасть в просаг на ровном месте но просто великолепно вот и нафига я вообще это сделал сразу бы встал как все да и все надо же было начать выпендриваться да ситуация однако когда перекличка подошла к концу училка поднялась от своего места и неторопливой походкой вышла к доске немного успокоившись я пораскинул мозгами и понял что ничего страшного на самом деле не произошло подумаешь облажался разок с кем не бывает зато теперь-то уж точно можно до конца урока спокойно себе расслабиться и на все забить болт училки ведь не было целых две недели огромный по меркам школы срок вот и получается что оставшаяся часть урока должна пройти как по маслу без никому ненужных проблем ставлю на то что немного потрендим о писателях потом еще какой-нибудь почитаем ну а там уже того и гляди на грянет долгожданный конец в общем как и на любом другом уроке мне такое по душе против ничего не имею надеюсь она забыла про домашние задания скорее всего все же давно не было она тишина в классе щенки заметив двух лохов шепчущихся друг с другом на последней парте училка смачно ударила указкой по доске те шуганулись но затыкаться судя по всему даже не собирались лишь чутка понизили голос и продолжили болтать блин дебил она точно тебя услышала да я тут причем а кто еще нам сим хана да ладно тебе может пронесет надеюсь и чего они так переполошились подумаешь домашка хотя меня это вообще не касается я же не был на прошлом уроке еще в своем прежнем городе жил поэтому спросит не спросит мне до лампочки в худшем случае просто скажу что не готов да и все ну поставит она мне двойку а дальше то что вот именно ничего так и фиг бы с ней пускай делает что хочет я твердо решил хватит с меня на сегодня приключений и так вон чуть не натворил делов вместо этого понаблюдаю как я лучше за ней узнаю с кем имею дело соберу так сказать побольше информации все-таки это крайне важно учитывая что мне предстоит пересекаться с ней еще целый год тут ее властный голос раздался вновь как и прежде не оставив никого равнодушным закройте и уберите все книги спарт я бы может и рад да только нет у меня с собой никаких книг я вообще не знал что у нас сегодня литература две недели не было и вот тяна хотя если уж быть совсем честным даже если бы и знал то все равно бы ничего с собой не взял по крайней мере в этом деле я точно впереди всех блин надо же было все таки так тупо попасть в очередной раз поймав себя на этой мысли я отвесил себе воображаемого тумака кстати помогу тем временем все без исключения уже тянулись к своим рюкзакам как обычно в таких случаях и бывает прежде чем привести приказ училки в исполнение весь класс начал как-то странно себя вести первонаперво каждый ученик нагибался и незаметно приоткрывал учебник примерно на середине эта часть обычно зависела от заданной домашки затем что-то продолжительное время очень тщательно там изучал и медленно очень медленно ни в коем случае ни на мгновение не отрывая от текста взгляд тянулся к сумке свободной рукой только после этого запретная книга отправлялась в зияющую пустоту рюкзака и скрывалась за прочной цепью из металлических зубьев замка молнии я смотрел на них облокотившись на руку и дожидался пока их подготовительный ритуал подойдет к концу чего они там все тянут может и мне одним глазком взглянуть а почему бы и нет наконец любопытство взяло надо мной вверх я чуть приподнялся с места так чтобы не попасть при этом училки на глаза и попытался разобраться что же там за такое сокровище они хранили в своих дрожавших руках видно было очень плохо однако пусть и с большим трудом но я все же смог разглядеть содержимое открытые учениками страницы за главными буквами на ней было написано следующее блок а все остальное до того мелко что едва можно было разобрать короче как обычно ничего интересного должно быть они проходили блока на прошлом уроке а сейчас просто повторяли стих чтобы не облажаться в самый ответственный момент я сел обратно и продолжил скучать к тому времени генеральная уборка учебников наконец начала подходить к концу оставалось здесь оставалась лишь пара тройка отставших от основной массы ребят одно не пойму зачем учебники-то убирать как будто это поможет если захочешь подсмотреть шпаргалки ведь никто не отменял надменно фыркнув я удивился недальновидности училки тоже мне гений вскоре последние ученики поставили сперва слева от парт свои рюкзаки и на короткий миг класса вновь окутала тишина медленно открыв глаза училка положила себе на пояс руку и держа указку на плече во второй раз обратилась к классу как вы наверное помните на прошлом уроке мы закончили на творчестве блока ну как я и думал проходили блока небось задала им надо мучить стих сегодня мы продолжим но перед этим после этих ее слов по классу прокатилась приглушенная волна отчаяния и страха ой-ой-ой-ой ребята что это с вами встали все до одного живо все разом повскакивали со своих мест руки по ширине плеч спина ровная взгляд перед собой чего все смотрим на меня я как ошпаренный выпрыгнул из-за парты что что здесь происходит кто опустит взгляд останется отдирать ногтями жвачку с пола после уроков нет не может быть все вместе хором по моей команде ее же не было две недели начинаем читать заданный стих мои глаза в ужасе забегали из стороны в сторону весь класс стоял по струнке смирно никто не осмеливался оторвать от нее взгляд да что ж ты делаешь то решил опросить весь класс разом значит и кто после двухнедельного то отсутствия вот же блин и встал то еще где прямо посерединке заметить с такой позиции кто из учеников халявит а кто действительно читает стих не составит никакого труда ну и что мне теперь делать одно дело сказать что не получил стих и схлопотать за это двойку и совсем другой облажаться у всех на виду да еще и во второй раз за день господи но неужели опять просто загляденье а еще и жвачку отдирать ногтями ну уж нет нужно с рачечком что-то придумать что угодно лишь бы не лохануться во второй раз может быть сказать что мы хотим в туалет может быть на крайний случай сказать что мы обосрались может кто-нибудь из учеников оставил учебник под партой нужно подсмотреть стих и засчитать его вместе с остальными сто раз такое делал и сейчас смогу погнали начнем с задних рядов я резко бросился проверять все доступные места в пределах моей видимости ну откуда не посмотри везде абсолютно везде ни хрена ни на полу ни на стуле ни даже на самих партах я не заметил ни одного искусно припрятанного учебника не даже шпаргалки в рукаве да как такое вообще возможно вас тут что всех зомбировали что ли вы же до последнего тянули когда прятали учебники в рюкзак и что хотите сказать никто из вас не захотел перестраховаться и тут на меня снизошло озарение неужели все они до единого выучили стих наизусть нет ты только посмотри на нее довольная какая небось наслаждается моментом но ничего сейчас что-нибудь придумаем главное только не опозориться у всех на виду ситуация погони некуда иначе не скажешь но и другого выхода у меня тоже нет правда не пойму чего она все тянет может хочет дать мне шанс нет что-то я совсем не о том думаю даже если так то какая разница сейчас выбираться нужно не глупостями себе всякими голову засорять так сперва нужно еще раз осмотреться в спешке я мог что-то упустить начнем каждая секунда на счету я посмотрел на спину дону ничего потом на место слева от него парты справа и спереди и те что сзади я метал взглядом из стороны в сторону едва себя сдержал чтобы не подпрыгнуть на месте не посмотреть как там обстоят дела на первых рядах и все равно ничего да чуваки на вас точно можно положиться в следующий раз обязательно вас всех на вечеринку позову ох что-то мне как-то не по себе стало дальше что так попробую мыслить логически раз нарыть инфу извне оказалось невозможно что она там говорила они проходили блока нет одно это мне ни черта не дает у него же там полным полно стихов как я узнаю какой из них им задали надо может попробовать спросить у кого тоже не вариант так она сразу меня спалит что еще дон мог бы помочь но он стоит впереди без палева обернуться невозможно тогда нет ну вот и все на это мои гениальные идеи подошли к концу или нет погодите кажется нас заставляли что-то зубрите из его произведений школе тогда вот оно раз других вариантов не осталось нужно всего лишь вспомнить его и понадеяться на удачу а если не повезет скажу что выучил не тот шах и мат госпожа учитель я победил так так шашашаша только вспомню как же там было что-то про сумрак и пожар дракон какой-то меч никак не могу вспомнить стоп а чем я вообще какой еще скажу что выучил не тот если ошибусь позором не не избежать да что сегодня за дуб башку ездит никак не могу сосредоточиться училка двинулась место кажись я забыла на своем столике журнал понятное дело без него она как без рук в какую игру она со мной играет поддавки да тут урок успеет кончиться прежде чем она доползет до своего стола и вернется обратно так хорошо успокоились раз такое дело чего бы еще придумать тут я посмотрел на свою парту видимо сильно захотелось вернуться за нее обратно и вдруг заметил на ней лист бумаги и ручку как же я сразу до этого не догадался оторвав небольшой клочок бумаги я накорябал на нем спасительную фразу затем дождался окна дождался окна пока училка отвернется и перебросил его дону у него идеальная посещаемость поэтому он наверняка сможет мне чем-нибудь помочь а еще дон не смыслил ни в чем кроме спорта так что он сто пудов где-то припрятал шпаргалку да так что даже и не смог я не смог ее найти потом спрошу как у него это получилось а пока нужно заглянуть в нее на пару секунд после чего сразу же вернуть и дело в шляпе осталось только дождаться его ответа тут один из учеников на первом ряду робко поднял руку кажется хочет что-то сказать можно мне выйти училка резко остановилась в туалет мне срочно нужно в туалет взяться стала журнал она посмотрела на паренька из-за плеча с нераскрываемый с не скрываемой усмешкой в глазах подожди чуть-чуть скоро сходишь я пожал плечами попытка не плитка дон воспользовался моментом и перебросил мне бумажку обратно так посмотрим что там у нас какой еще стих какой такой стих действительно надо дать ему должное никогда не изменяет себе училка тем временем вернулась в центр класса и встала на изготовку по моей команде еще чуть-чуть и начнется кажется все кранты пора сдаваться я испробовал все возможные варианты новых не нашлось леденящие чувства в затылке вернулось еще ничего не произошло а я уже в красках представил как другие ученики начинают смеяться надо мной такое себе ощущение не из приятных ладно я сделал все что мог вините мне себя не в чем вдруг я почувствовал легкое покалывание на своей правой руке странно похоже на то как если бы кто-то со всей дури жахнул мне по руке стержнем ручки или карандаша я покосился вниз ну точно вон даже след остался продолжая коситься я поднял глаза мне даже стало интересно кому вдруг понадобилось стыкать мне в руку карандашом перед началом чтения стиха училка замахнулась указкой и сразу же после я увидел как в руке справа от меня в которой раньше находился карандаш внезапно появился листок с переписанным в него стихом вот так удача бывает же я с облегчением выдохну подождите-ка ребята а кто а откуда а как а почему поблагодарил жестом ученика точнее ученицу пришедшую мне на помощь и пробежался глазами по первой строчке а кто это учение а почему я надеюсь что история нам поведает да это же начали повезло так повезло и что мы действительно справились задачей а как это мы так незаметно читали класс нежно обволок слаженный хор голосов жизнь без начала и конца нас всех подстерегает случай над нами сумрак неминучий или ясность божьего лица первые строчки мягко разлетелись по классу и мы видимо продолжили выскользнув из-под бдительного взора учителя джеки покосился на висящий воздухе листок но ты художник твердо веруй в начало и концы ты знай где стерегут нас ад и рай тебе дано бесстрастной меры измерить все что видишь ты стоило отдать преподавателю должное в классе стояла потрясающая атмосфера каждый читал произведение с таким выражением и упоением словно оно значило для него нечто большее чем обычное задание школе скорее это можно было сравнить с хорошо поставленным и тщательным отрепетированным выступлением в театре тронувшись с места учитель направилась в глубь класса в процессе вглядываясь в глаза каждому ученику на своем пути да этого следовало ожидать ведь именно за этим она изначально всех и подняла было бы ошибочно предполагать что она так и будет стоять на месте оставив свою паству без должного присмотра твой взгляд да будет тверд и ясен сотри случайные черты ты увидишь мир прекрасен учитель подошла прошла между первым и вторым рядами и ненадолго остановилась перед третьим перед нами да если она продвинется еще чуть дальше и не составит труда заметить при прятанный ученицей листок и тогда той наверняка чертовски влетит но на самом деле это было уже не так уж и важно написанный на нем отрывок все равно подходил концу должно быть она переписала только самое его начало которое давалось ей с большим трудом но джеки и так был чрезмерно ей благодарен все-таки эта ученица спасла его в последний момент ровно перед тем как он отчаявшись уже думал что ему придется испытать муки бесконечного позора джек осторожно коснулся ее левой руки и когда она чуть обернувшись к нему встретилась с ним краешком глаза жестом намекнул ей чтобы та спрятала под платьем листок немного помешков ученица так и сделала познай где свет поймешь где тьма пускай же все пройдет неспешно что в мире свято что в нем грешно сквозь жар души сквозь хлад ума класс продолжал чтение кто-то с выражением кто-то понизив голоса в надежде что его не заметят а некоторые и не читали вовсе заранее смирившись со своей судьбой пройдя мимо одного из таких учеников преподаватель сделала соответствующую пометку в журнал сейчас она находилась неподалеку от задних рядов джеки больше не мог уловить ее своим рассеянным взглядом но он уже знал до его парты ей осталось недалеко одно хорошо кажется учитель ничего не заметила и его помощницы больше ничего не грозит так зигфрид правит меч над горном то в красный уголь обратит то быстро воду погрузит и зашипит и станет черным любимцу веренный клинок выбиваясь из хора голосов позади джеки раздался приглушенный стук шагов еще чуть-чуть и учитель окажется рядом он закрыл глаза и сделал вид что читает стих вместе со всеми и прежде чем окончательно упустить преподавателя из виду заметил как она пройдя мимо него ставит очередную пометку в журнал и вы посмотрите на ее довольное выражение лица холодный кокон завился вокруг джеки замуровывая его внутрь но он встретил его с должным достоинством и загадочной улыбкой на губах удар он облещет на тунг верный и мими карлик лицемерный в смятении падает у ног вдруг снова то чувство на пальцах должно быть кто-то вновь коснулся моей руки а затем раздался мягкий женский голос с шепотом взывающий ко мне дальше не нужно остановись я медленно открываю глаза и вижу что весь класс обернувшись вновь смотрит на меня прямо как тогда в начале урока только в этот раз в их глазах что-то изменилось в них не было прежнего жуткого блеска одно лишь безмолвное изумление и кажется страх но среди всех особенно ярко выделялась она училка прижав руками журнал груди она тоже выстремила на меня свой пламенный взор замолчи коротко приказала она но вы ведь сказали дальше можно не учить указав на ученицу которая до этого помогла мне со стихом и которая пару секунд назад попыталась меня предостеречь ты читай дальше даже не удостоив ее ответом на этот раз учитель обратилась ко мне и я подчинился ее воле все так же продолжая смотреть ей в глаза кто меч скует не знавшись страха а я беспомощен и слаб как все как вы лишь умный раб из глины созданный и праха и мир он страшен для меня герой уж не разит свободно его рука в руке народной стоит над миром огня столб столб огня и в каждом сердце в мысли каждый свой произвол и свой закон над сей европой дракон разину в пасть томится жаждой кто нанесет ему удар неведаем над нашим станом как встарь побита даль туманом и пахнет гарью там пожар она недовольна моим чтением достаточно стоило мне закончить как в классе воцарилась гробовая тишина все затаили дыхание никто не знал как отреагирует учитель даже я сам она погрузилась в тягостные раздумья и уже какое-то время молча стояла в стороне думаю пока будет лучше поступить так же я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул пытаясь сдержать растущее внутри волнение и не спалиться спустя несколько минут училка медленным шагом подошла ко мне почему решил выучить больше заданного отрывка это был даже не вопрос судя по тону приказ вопрос можно оставить без ответа а то как она произнесла свои слова сразу давала понять что такой возможности у меня попросту нет это одна из моих любимейших поэм блока нисколько не то я ответил я ее лицо сразу же исказилось от изумления она едва заметно отстранилась сделав непроизвольный шаг назад после чего как-то странно на меня посмотрела и спросила то ли так сильно удивившись то ли тем самым пытаясь меня подколоть ты любишь поэзию еще бы просто обожаю училка издала нечленораздельный звук и надолго замолчала само собой это была полнейшая чушь пропитанная мной поэма прочитанная мной поэма единственное что я знал из школьной программы причем не только из курса литературы а вообще всей программы в целом да и то произошло по чистейшей случайности как-то однажды вечером еще очень-очень давно я простудился и мне было совершенно нечего делать брат свалил тусоваться с корешами а телек уже изрядно поднадоел тогда мне на глаза попалась одна занятная княженция которую отец притаранил с собой из-за границы недолго думая я открыл ее на случайной странице и начал читать короче дальше все и так понятно я залип за ней до самого утра совсем потеряв чувство времени там было полно поэм и стихов самых разных авторов блока в том числе а вспомнил я об этом только сейчас поначалу мне казалось что я выучил этот отрывок во время одной из плановых зубрежек в школе но будь это действительно так то я бы уже давно про него забыл по крайней мере со мной такое происходило постоянно всякий раз когда учителя пытались насильственно впихнуть мне в голову очередной набор своих бессмысленных теорем и формул я довольно быстро о них забывал тут же все было с точностью наоборот стоило мне взглянуть на первую строчку как все остальные стали всплывать одна за другой я даже особо не задумывался просто продолжал бездумно читать и в один момент даже забылся не заметив как остальной класс почему-то решил замолчать ну сам уж не знаю почему так вышло похоже поэма так сильно запала мне в душу что я каким-то образом выучил ее наизусть в общем чистейшее везение не более того однако я взглянул на училку все еще пребывающую в смятении после всего того что она заставила меня сегодня пережить тут без вариантов никакого сочувствия тем более сейчас когда у меня наконец-то появилась отличная возможность ее перехитрить отпустить ее сейчас глупее и не придумаешь надо всего лишь навсего как-то втереться к ней в доверие сделаю это и продолбанные уроки литературы можно будет навсегда забыть училка вдруг посмотрела на меня с сомнением и легким недоверием в глазах похоже наконец пришла в себя после моего сенсационного заявления хм что бы такого придумать тут у меня в голове неожиданно всплыла наша недавняя встреча с Люси в библиотеке сегодняшним утром там же было полным полно всяких разных книг может называть имя какого-нибудь поэта и тем самым выпендриться перед ней нет слишком просто что-то мне подсказывает такое с ней не пройдет так 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 чуть прищурившись училка принялась мерить меня взглядом кажись поняла что темню пора ускориться о вот вот это уже мысль поначалу я сомневался стоит ли ей такое говорить но потом быстро осознал свою глупость и без каких-либо колебаний произнес мы тут с чуваками подумываем открыть в школе свой собственный клуб книжный клуб если уж рисковать то по полной услышав нечто столь вызывающее взгляд училки дрогнул книжный клуб сработало по глазам вижу так и знал она перед этим не устоит ну да мы уже давно об этом подумываем чтобы ставить в нем всякие там сценки по книгам ну и все в такое в этом духе буду гнуть эту линию и дальше и с кем же блин а вот об этом я как-то и не подумал стоп есть же один человек который идеально вписывается весь этот движ стараясь особо не палиться что подумала об этом только сейчас и максимально расслаблено насколько это было возможно в данный момент произнес да так друг в параллели учится Эндрю зовут Эндрю значит понятно что то не нравится мне ее лицо как то оно все мрачнее и мрачнее становится вот дурак кажись на подъеме глупости сболтнул ну и кто в такую брехню поверит какой то там чувак с параллелью получше ни хера не мог придумать самая же обычная отмазка со стороны ну ничего сейчас исправимся в таких делах я мастак и еще Дон это кстати была его идея будем импровизировать когда училка услышала имя Дона она чуть ли не засмеялась мне прямо в лицо что идея Дона говоришь а почему бы и нет он же открыл свой собственный боксерский клуб с друзьями в конце концов она повернулась к нему и спросила напрямую не скрывая сарказма в голосе значит любишь вечерком книжку другую почитать да Дон перед тем как училка попыталась его раскусить я успел подать Дону секретный знак чувак выручай к моему счастью он все быстро понял и дал мне понять невидимым жестом подмигнул глазом что все на мази о да книги это моя тайная страсть госпожа вот как то то оно и видно до сих пор по азбуке двойке состряпав предельно серьезное лицо Дон решительно кивнул головой кажется он не въехал что она только что прилюдно облила его дерьмом ну так вроде бы даже достоверней получилось сойдет училка погрузилась в глубокие раздумья ух проскочили больше мне ей было нечего сказать оставалось лишь ждать и надеяться что мой блеф сработает ситуация немножко вышла из под контроля но мне подвернулась удача и я успел ее вовремя схватить за хвост хм а вот как конечный клуб значит наконец заговорила она ну давай посмотрим сможешь ли ты выкрутиться в таком случае я самодовольно ухмыльнулся почему бы вам не поставить к следующему уроку небольшую сценку чего и не сыграть ее всем нам прямо здесь в классе у всех на виду я едва не выплюнул эти слова вместе с подступавшим комком горлу я не ослышался сыграть сценку да еще и у всех на виду ой да без проблем учитель это мы легко верно ведь джеки ты че блять несешь какое еще наху без проблем ну вдвоем с доном нам никак не управиться выпалил я в последней надежде тогда училка победоносно улыбнулась можете взять того третьего как же его там эндрю верно эндрю можете взять его с собой да ребятки влипли мы конечно по самое ага и получаем достижение расслабься и отдохни с изображением училки и прозвенел звонок звонок с урока и куда мы пойдем дальше чем будем заниматься и как вообще ребят мы будем из всего этого выкручиваться узнаем в следующей серии подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки всем пока спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!